Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить бисквитный тортик лимонный. У нас все продукты есть. Так что мы сейчас с вами сделаем очень вкусненький лимонный тортик. Итак, что нам надо? Мы сделаем тортик на 5 яиц. Сегодня будем делать на 5 яиц. Итак, вот у нас 5 яиц. Мы берем 2 мисочки. Одну мисочку и вторую мисочку, дорогие мои. Вот. Теперь мы берем яйца и отделяем желтки от белков. Раз. И сюда. Это у нас будут белочки. Так. А это у нас будут желточки. Так, это мы выбрасываем. Так. Раз. 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 Так. Это. Бац. Бац. Раз. Опа. Главное, чтобы нам в желтки, в белки не попали желтки. Потому что нам надо будет взбивать до пика наши белочки. А если попадется хотя бы чуть-чуть сюда желточка, то тогда не будет таких пиков, которые нам нужны. Все. Все благополучно у нас. Итак, дорогие мои. Это мы убираем все. Ручки моем. Так. Теперь, дорогие мои, мы берем, берем с вами миксер и будем взбивать, будем взбивать белочки и желточки. Значит, у меня это всегда классический рецепт. Вот я смотрю в интернете, там очень много тортов. Там туда и сливки, и сметану, и крахмалы. Чего только туда не кладут. Но знайте, дорогие мои, что есть классический вариант, как делать бисквитный торт. Бисквитный торт делается яйца, сахар и мука. Все. Белки, желтки, мука и сахарная пудра. Или же сахар. Поскольку у нас здесь 5 яиц, значит, у нас должно быть 5 ложек муки без верха и 5 ложек сахарной пудры сверху. Итак, мы взбиваем. Тут у нас 5 белков, а тут 5 желтков. Ну, сначала мы взобьем, наверное, белки, потому что белки не любят, когда попадает сюда в белки желточек. Если попадет хотя бы вот такая маленькая граммуречка, желточка, то у нас не взойдется это все. Пики у нас не будет пиков. А нам нужно, чтобы были пики. Сейчас мы добавим сюда одну ложечку, сюда одну столовую ложечку сахарной пудры. Так, все, дорогие мои. Мы бросаем, значит, так, одна. Вот сколько держится сверху? Раз. А нам надо 5. Значит, одну сюда и 4 туда. Теперь мы взбиваем до пика. Теперь уже будем взбивать до пика. Духовочка у нас уже греется, чтобы у нас не задерживало ничего. Вот так вот, смотрите, дорогие мои. Хорошенечко, хорошенечко мы сейчас взбиваем. Можно было раньше приготовить, ну, чтобы 5 минут. 5 минут туда, 5 минут туда. Сейчас мы хорошенечко взобьем это. И все. Дорогие мои, вот это вот торчики бисквитные. Один, вот один за 100. Вот вы запомните это, как делать вот эти вот бисквитные торты. Это у меня рецепт еще советской власти, когда были книги специальные по домоводству. И вот я хорошенечко это все запомнила. И даже у меня еще есть книга, когда мне было 18 лет, мне подарили книгу, которая называлась «Хозяюшка». Там все-все хорошенечко описано. Вот, посмотрите, уже какие пики у нас. Вот, дорогие мои, посмотрите. Видите? Одна ложечка сахарной пудры. И вот, смотрите, как хорошо взбилось. Уже пики какие. Но мы еще больше взобьем, чтобы лучше было. Так, дорогие мои, поехали. Еще так. Ну, чуть-чуть пидем. А потом мы взобьем яйца. И вот к чему я это вам говорила. Когда мы будем знать настоящий классический рецепт тортика бисквитного, тогда мы можем делать его. И пражки, и любой торт. И с шоколадом. Видите, на основе вот этого всего. А не там не надо какие-то крахмалы добавлять. Зачем крахмал нужно туда добавлять? Вообще ничего такого, никакого ничего не надо добавлять. Все, дорогие мои. Вот. Вот это у нас, посмотрите, вот это вот у нас называется пики. Вот, они не двигаются. Вот, смотрите. Видите? Вот это пики. Оно на месте стоит. Итак, дорогие мои, теперь мы это отложим. А сюда мы будем взбивать теперь желточки. И нам еще надо будет желточки. Желточки надо будет жить нам. Четыре. У нас пять яиц, значит, у нас желтков. Четыре. Пять желтков у нас. Одну столовую ложку мы сахарной пудрой уже поместили в наши белочки. Ну, хорошо. Теперь мы добавим сюда постепенно. Ну, сначала две ложечки, а потом еще две ложечки мы сахарной пудрой. Сколько держится? Раз. Два. Три. Я всю. Какая разница, господи? Не имеет значения. Четыре. Все. Теперь мы на маленьком сначала оборотах сделаем. Так. А потом мы взобьем это все. У нас взобьются наши желточки. А затем, дорогие мои, чтобы вы знали, что всегда взбиваются белочки, желточки взбиваются, они должны быть не холодные, они должны быть в комнатной температуре, тогда они лучше взбиваются. А белки наоборот. А белки надо, чтобы они взбивались три, а модные, чтобы взбивались только из холодильника. Вот. И запомните еще, дорогие мои, что мы белки вводим в желтки, но ни в коем случае не желтки в белки, потому что тогда у нас белки нападут. Ну вот, видите, уже хорошенечко взбивается у нас. Сейчас забьется наху желточки. Еще чуть-чуть. Светка у нас уже нагрелась, уже пи-пи-кает. Пи-пи-пи-пи-пи-пи говорит, я готова, я готова, давай ты сюда быстренько. Все. Еще чуть-чуть немножечко. Так, дорогие мои. Вот и желточки у нас взбили. Все. Желточки мы взбили. Так. Теперь мы это все убираем. Это у нас идет моечку. Это мы забираем. Уже как слышно, как уже плиточка наша нагрелась. Уже все. Так, теперь, дорогие мои, мы берем, что, ложечку берем, где наша ложечка деревяненькая. Вот наша деревянная ложечка, чтобы не царапать посуду. Итак, сюда мы, вот у нас пики наши, наши белки с пиками. Мы берем половину белков. Берем и сюда в желточки взбитые. Ну вот, половинку мы сейчас возьмем. Гляньте, как они держатся. Ах, даже не падают. Потому что это, тут не попало ни грамма этих желтков. А если бы хотя бы один, когда-то у меня попало кусочек маленький, желточка. И знаете, не взбилось. Тортик был такой. Потому что нам главное, чтобы были у нас здесь пики. Теперь мы ложечкой вот так, хорошенечко перемешиваем ложечкой. Хорошенечко желточки соединяем с белочками. Ну, я не буду сюда ванилин, наверное, ложить. Почему? Потому что мы будем делать сюда цедру лимона ложить. Если мы положим сюда ванилин, то запаха лимона у нас не будет. Сюда мы не будем добавлять, в эту смесь мы не будем добавлять сок лимона. Это мы сок лимона будем пропитку делать из сахара и этого. Так, ну хорошо. Теперь сюда, наверное, мы всыпем вот сейчас лимончик. Вот мы из одного лимончика сделали цедру. Вот она и хорошенечко перемешаем. Ух ты, пахучая какая! Хе-хе, какая пахучая! Так, ну а теперь, дорогие мои, мы берем ложечку. Берем ложечку и берем, конечно, мучичку. Мучички нам надо сколько, дорогие мои? Пять яиц, значит, пять столовых ложек мучички без горки. Сахарная пудра идет с горкой, а эта идет без горки. Вот сколько взялось без горки. Раз, два, три, четыре и вот так вот. И пять. Ну сколько взялось сюда? Так, дорогие мои, теперь мы тоже хорошенечко вот так вот перейдем. Перемешаем, перемешаем. Вот так вот. И на меня прямо мучичка. Ой, мучичка моя хорошая. Такое мягенькое тесто. Все, дорогие мои, вот мы перемешали это все. А теперь у нас осталось вот что, смотрите. Вот же остался у нас еще половинка. Смотрите, даже не падает, потому что очень хорошо взбитые. Теперь мы это все сюда, мы сюда вот в эту смесь нашу. Все, наша смесь уже будет готова. Теперь мы возьмем листик и будем готовить. Будем готовить наше тесто. Будем выкладывать сюда. Все. Теперь мы, дорогие мои, смотрите, с этим хорошенечко, чтобы хорошо был распространился, чтобы он и желток, и белок, и все здесь, все было равномерное тесто. Чтобы не было там желток, а там белок. И вот у нас будет очень вкусненький, до того ароматный, очень ароматный лимончик. Ну, я знаю еще один такой тортик из песочного теста, тоже вам расскажу. Ой, какой вкуснятина получится из песочного, а там будет лимончик и еще там одна вещь. Ну, короче, я вам потом расскажу. Я не ложу туда ни крахмала, ничего. Я знаю, как настоящее дело. Все, мы аккуратненько все перемешали. Так, теперь мы берем формочку. Вот, у меня формочка, дорогие мои. Вот моя формочка. Сейчас я вырезала здесь, или этот, пергаментную бумагу вырезала. Формочка. Так, у нас пойдет здесь формочка. Бочки я сюда не ложу. Я только вот донышко сюда. Во-первых, чтобы не текло ничего там. Вот, смотрите, вот такая формочка. Я не знаю, сколько тут, 24 или 22, не знаю, короче. У меня одна манюфусенькая формочка. Я купила две формочки. Ну, та совсем маленькая. А эта чуть-чуть больше. Я люблю, когда вкусная, то кушать, чтобы хорошо, чтобы наесться, чтобы не голодать. Вот. А теперь, дорогие мои, а где же моя, вот моя щеточка. Теперь, дорогие мои, я возьму вот маслица. Чуть-чуть маслица. Без запаха маслица. Другие всегда обмазывают маслом сливочным. Но я никогда сливочным маслом, потому что оно горит. Я привыкла таким вот маслом. Но, дорогие мои, слишком много масла не наливать, потому что масло будет гореть. Так, хорошо смазать, чтобы не бралось ничего. Вот так вот. Хотя вот я делала эту пергаментную бумагу, а сверху накрывала, и она у меня была защипленная. Но в этой плите, в электрической плите, когда вот так сделаешь, тогда начинает бумага подгорать. Вот сидишь, смотришь там, что такое, а оно начинает, запах горелого, смотришь, а оно начинает подгорать. Итак, дорогие мои, все. Теперь наше тесто готово. Вот оно. Ну, сейчас мы это тесто все сюда аккуратненько, в нашу емкость, в нашу формочку, выливаем. Выливаем его хорошенечко. Тесто вкусненькое, такое уже ароматное. А тем более, все любят лимонные тортики, мандариновые, апельсиновые, ну, цитрусовые, они же вкусные. Раньше, когда, ну, сейчас полно везде в магазинах этих цитрусовых. А раньше, когда вот мое детство было, так только на Новый год. И то, не все, только в Москве, привозили из Москвы, а у нас же ни у кого не было. Если кто-то приносил в школе, у нас девочка одна была очень зажиточная, и отец ее все время в Москву ездил, и он привозил всегда мандари, апельсины. Так вот, не сравнить сейчас апельсины, которые сейчас, и которые апельсины, которые раньше были. Почему? Она брала это апельсин, вся школа пахла апельсином, и вот она сидит, ест. А мы ж возле нее кружимся. Раньше ж нищета была, господи, этого ничего не было. Вот. И она нам давала шкурочки. Они до того сладкие были. А сейчас возьмите шкурочку этого апельсина, и что оно будет? Ничего, оно горькое, страшное. А то сладкие были, оранжевые. Не знаю, почему сейчас все это отличается. Все, дорогие мои. Теперь мы будем ставить в духовку. Я включила с конвекцией. Сейчас я включу сюда, и пусть наш тортик печется. Все, дорогие мои, пусть пока печется наш тортик, выпекается, а мы пока займемся другим делом. Я приготовлю пока продукты для пропитки и для крема. Все, дорогие мои, пусть выпекается. Запомните, дорогие мои, что? Когда мы пекли пироги, всегда можно залазить туда, открывать и смотреть, и переворачивать. А тортики ни в коем случае нельзя. Нельзя. Если вы будете заглядывать сюда, он может опасть. И все, и тортика не будет. Ну все, дорогие мои, я буду готовить дальше. Дорогие мои, тортик наш уже подрумянился, уже хорошо подрумянился. Я поставила на полчаса. А сейчас уже прошло 20 минут. Осталось еще 10 минут. Но я думаю, что это будет очень много, наверное, полчаса, потому что он уже хорошо подрумянился. Пока мы сделаем сейчас с вами пропитку. Обычно я всегда обыкновенный тортик, когда просто бисквитный тортик, я всегда делала ли коньяк с сахаром, с чаем, или там какой-то напиток, ликерчик. Но поскольку мы сейчас делаем лимонные тортик, тогда мы сейчас делаем так. Мы нальем полстаканчика, больше, чем полстаканчика, где-то грамм, ну грамм 150 водички. Нальем, включим. И 100 грамм сахарочка. Все, 100 грамм сахарочка. Пусть растворится сахарочек здесь. Когда он растворится, сахарочек, мы будем его помешивать. Охладиться, тогда мы туда нальем сок. С половинки лимона сок. Чтобы он сладенький, лимончик компактный и сладенький. Ну вот, сейчас растворится у нас сахарок. И мы его остудим. А тем временем я уже чувствую, что он уже такой подрумянинный, хорошо подрумянинный. Это прошло у нас сколько? 30 минут, осталось 17, 20, 16. А, так еще на 30 минут я включила, а осталось, а только 16 минут, 17. Ну, где-то будет минут 20. Ну, мы потом, я точно скажу, сколько у меня впекся мой тортик. Чтоб его уже не спалить тоже. Ну вот, сейчас вот это у нас, сейчас здесь она растворится, сахарок, он уже растворяется. А потом мы возьмем лимончик и выдавим туда лимончик. И будет у нас пропитка. Только водичка эта должна быть комнатной температуры. Потому что, если мы горячую вольем туда лимончик, то совсем же он пропадет и запах, и все. Ну вот, дорогие мои, прошло 20 минут. 20 минут у меня пекся мой тортик. Вот я его вытащила, вытянула из формочки. Вот такой шпажечкой мы попротыкали везде. Как видите, ничего не берется нигде. И так, и так ничего не берется. Все, дорогие мои, тортик у нас уже почти остыл. Мы сделали пропитку. Здесь у нас водички, больше половины стаканчика. 100 грамм сахара. И выдавила, когда у меня остыло, я выдавила сюда лимончик, сок лимона. Но у меня там косточки. Значит, я должна сейчас взять, процедить. Как мы процедим? Возьмем сейчас вот ситочкой, на ситочкой процедим. О, мы молодцы. Это пионеры-ленинцы. Так, это моречка. Так, дорогие мои, вот у нас такой вкусненький, ароматненький, лимонный, лимонная пропиточка. Что мы будем делать дальше, дорогие мои? Теперь мы возьмем наш тортик. Ну, вот я вам сказала, что у меня две формочки. Одна больше, одна поменьше. Вот мы делали на 5 яиц. Вот этот вот, я обычно люблю такой, знаете, крупный, большой, такой, чтобы большие торты были. А отчего большой торт получается? Чем больше яиц, чем больше продуктов яиц, тем будет он выше. Там и яйца, и мука, и сахарная пудра. Ну, вот мы на 5 яиц сделали, но у нас небольшой получился. Можно было делать на тот меньше, у меня там 19 или 18 диаметр. Ну вот, дорогие мои, все, остыл. Значит, мы сейчас возьмем ножик и разрежем его на две части. Наш тортик. Вот так вот разрежем его и будем пропитывать. Так, аккуратненько. Ох, как хорошо идет. Много крема я не люблю. А, я в этот раз буду не из гущенки делать. Я в этот раз сделаю крем из сметанки и сахарочка. Итак, дорогие мои, вот даже у меня вышел тут. Ммм, вкусненько. Очень даже вкусненько. Очень даже ничего. Так, дорогие мои, бац. О, один и второй. Так, поместятся у нас тут или нет? Ну, мы пока сюда поставим одну форму. Значит, это у нас будет одна часть, а это другая. Я обычно промащиваю, беру ложечку и ложечкой наливаю. Вот у меня сын, например, любит. Мама, чтобы был мокрый весь. Чтобы вот этот, который внизу у нас корж, чтобы он был мокрый. Тогда очень вкусно. Я тот же полюбила так. Обычно я сухие всегда, но мокрые всегда вкуснее. Вот вспоминается детство, когда вот раньше в магазинах продавались бисквитные и пирожные, и торты. И там всегда был этот нижний слой, нижний тортик, он всегда был мокрый. О, как мы хорошенечко пропитали таким хорошим ликерчиком. Ой, очень вкусненько. Очень, 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 очень. Так что не жалейте. Оно тогда, когда постоит в холодильнике, он тогда такой вкуснятина. Точно, как вот при советской власти было. Так, дорогие мои, некогда мне тут разместиться. Вот, один мы сделали. А теперь и второй сделали. Идите туда пока, мои дорогие. Идите туда. Дом и тебя сейчас про. Тоже. Вот так вот. Хорошенечко, ложечко. Особенно края, чтобы края были мокренькие. Ну вот, сейчас пропитается. Он уже. Я уже тебя выключила, ты до сих пор пипикаешь. Двадцать минуточек и тортик наш готов. Ну, особенно нижний тортик надо хорошенечко, хорошенечко. А этот тортик, если вы будете щуточкой, то у вас не получится так. Что такое? А, все. Ну, давай. Время. Все, уже не будет пищать. Так, все. Вот так вот, дорогие мои, промостили. Пусть немножечко сейчас постоит наши коржи. А я тем временем буду взбивать крем. Достану сметану и сахар. И хорошенечко взобью миксером. Итак, приступим к крему. Скажу вам честно, я всю жизнь делаю крем из сгущенки и сливочного масла. Сегодня я буду первый раз в жизни делать из сметаны. Моя мама тоже делала только сгущенка и сливочное масло. Нам всегда очень нравился именно такой крем. Ну вот, попробуем сделать такой крем. Итак, мы берем миксер. Взяли миксер. Теперь мы сюда. Вот у меня сметанка. Я купила сметанку 20%-ную. Вот. Теперь мы возьмем ложечкой сюда сметанку. Тут 350 грамм сметанки. Посмотрим, как она взобьется. Не испортится ли? Ну, посмотрим. Так, сметанка здесь. А теперь, дорогие мои, теперь мы возьмем сахарочка. Ну, тут я взвесила 150 граммов сахарочка. Ну, вот мы сейчас сыпем сахарочек. У меня просто уже пудра закончилась. У меня тут половина пудры, половина сахара. Потому что я думала делать на звучонке, но решила таки сделать с этого. Попробовать, какой же крем будет именно из сметаны. Хотя говорят, что будет вкусный. Ну вот, мы сейчас забьем. Что у нас получится, мы посмотрим. Сильно сладкий я не люблю. Ну, хорошо, конечно. Ну, вот со сметаной, многие делают со сметаной, как она брызгает. Обычно, если я беру сметану что-то, я беру всегда базарную. Знаешь, что она густая. Или сливки. А это магазинная сметана. Хотя пишут, что она очень густая. Ну, посмотрим, что она получится. Посмотрим, посмотрим. Магазинная есть магазинная. Обычно есть базарная. Хотя сейчас на базаре делают, тоже делают таке-сяке. Я думаю так. Мы сейчас вот это вот, забьем сметанку. И поставим ее в холодильниче. Пусть она немножечко постоит в холодильнике. Ну, посмотрим сейчас, что из нее получится. Первый раз в жизни я делаю со сметаной. Ну, видите ли, сметана магазина есть магазинная. Когда гущёнка и масло, это самый любимый мой клуб. Ну, ладно. Все. Я думаю, что достаточно. Больше он не взобьется. Итак, дорогие мои. Сюда давай этот. Это мы убираем. Что у нас получается. Сахар разбился. Так. Приятное такое. Вкусненькое. Ну, хорошо, дорогие мои. Пусть немножко постоит. А дальше мы будем промазывать коржи. Вот как раз они уже остыли у меня. Коржи. Сейчас я возьму. Постоит немножечко в холоде. Пусть немножечко он так возьмется. И тогда мы будем смазывать. Все, дорогие мои. Ну, что ж, дорогие мои. Я рискнула сделать крем из сметаны и сахара. Но, к сожалению, мне не очень нравится. А может быть и хорошо будет, когда в холодильнике постоит. Мой крем это сгущенка и масло. Но поскольку я уже сделала, продукты же мы не будем переводить. Вот я взяла, рискнула без вас. Помазала одним. Теперь я накрою. Накрою здесь. И тоже помажу. Видите, очень редкий крем получается. Мне не нравятся такие кремы редкие. Ну, может быть, сметана такая не очень. Ну, ладно, хотела делать, говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. Ну, ладно, будет, съедим. Что будет, то будет. Так. Значит, надо, наверное, сливки, может быть. А это никуда не годится. А может быть, застынет. Я ж не знаю, никогда в жизни не делала со сметаной. Надо было уже, дело в том, что я взяла, я взяла и перемешала уже все это. Если бы я не мастила первый слой, я бы взбила. У меня есть и сгущенка, и масло. Хорошее масло. 80. Так оно приятное такое. Ну, что ж это такое. Я такие, я люблю, чтобы было супер-пупер-боробик. А это теперь у нас, ну, что-то сделаем из него. Вот так вот. Ну, ладно. А теперь, дорогие мои, я возьму вот, что сделаю. Сейчас я ручки помою. В любом случае, он будет вкусный, потому что пропитка вкусная. Там лимончик, там все вкусненькое. Вот. Ну, а просто, что мы любим же, ну, крем, чтобы крем настоящий был. А со сметаной? Мне не нравится со сметаной. А может быть. А это я теперь кунжутом возьму, чтобы хорошо взялось кунжутом. Вот здесь вот так хорошенечко. У меня кунжутик здесь. И так сюда, сюда, сюда. Вот так вот. Кунжутиком. Вот так вот. Мы хорошенечко обсыпем кунжутом. Можно и шоколадом обсыпать. Вот. Он сам по себе будет вкусный, потому что он лимонный. Вот. А теперь мы сейчас положим его в холодильничек, чтобы он немножечко застыл. Ну, так смотрится неплохо. Очень даже хорошо. Попробуем. Пусть немножечко остынет, и мы тогда с вами попробуем. И так, дорогие мои хозяюшки, я долго не ждала. Немножечко остыл у меня этот тортик. Я его вытащила. Попробовать, что же получилось. Сейчас я его попробую разрезать. Вот я уже одну разрезала. А теперь я еще разрежу так, чтобы продегустировать, что же получилось. Оказывается, вот я смотрю, сверху сметанка, она застыла. Значит, надо, наверное, или сливки густые покупать, потому что домашняя сметана, все-таки есть домашняя сметана. Но мы сейчас попробуем, что у нас получилось. И так, дорогие мои, еще сюда разрежем. Он такой мягенький, такой похученький. Ну, ладно. Сейчас мы попробуем, что же у нас получилось. Так, мы возьмем сейчас лопаточку. И лопаточкой сейчас мы наш тортик... Опа! О! Ха-ха! Смотрите, какой вкусненький! Ничего! Ммм! Сметанка! Посмотрите, дорогие мои. Ммм! Очень даже хорошенький. Посмотрите. Очень вкусненький, очень хорошенький. А я волновалась! Привыкла все время на это, сгущенка и масло. Посмотрите, какой он красивенький и симпатичненький. Значит, сметана... Просто сметану нужно брать... Есть ли, наверное, 30% в магазине? Я всегда на базаре покупаю. Вот. А так очень даже приятно. А мы сейчас попробуем. Так, а ну-ка мы сейчас возьмем или ложечку, или так. А так будем кушать по-рабоче-крестьянски. Знаете, дорогие мои, он получился очень нежный. До того пахнет лимончиком. И главное, смотрите, выпекся он очень хорошо. Мягенький. Тут у меня кунжутик. А еще сверху я взяла клубничным вареницем таким реденьким помазала. И он очень-очень ароматный, очень вкусненький. Ммм! Ммм! Очень-очень вкусненько. Нормальненько. Нормальненько. Так что, дорогие мои, сам бисквит, вот, очень-очень вкусный. Во-первых, посмотрите, что на 5 яиц. 5 яиц, какой чудесный получился. Это на 5 яиц. И высокенький, и пропекся хорошо, и ароматный. Так что, дорогие мои, если вам понравился рецепт, попробуйте. А крем уже смотрите какой. Я, например, предпочитаю гущёнка и масло. Это самые-самые щенки на есть вкусный крем. Туда можно этот, какао, будет у вас тогда этот, шоколадный крем. Ну, а это дело вкуса. Кто-то любит со сметанкой. Но, я же говорю вам, что я никогда в жизни не делала со сметаной. Но внутри очень-очень-очень-очень так, знаете, нежненько. Нежненько очень. Так что, дорогие мои, вот мы с вами сделали классический тортик лимонный. Всё. Пока. Всем до свидания. Приятного аппетита, дорогие мои.